доброй ночи дорогие друзья доброй ночи пользователя канала сегодня воскресенье 13 ноября 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня мне хотелось бы начать обсуждение вероятных переговоров которые могут состояться в ближайшее время между москвой и киевом поскольку эта тема буквально витает в воздухе после того как россия отвела свои вооруженные силы из херсона западные сми стали интерпретировать это как знак как символ как готовность россии начать переговоры с президентом зеленским что касается зеленского то мы знаем что вашингтон пытается его убедить в том что он должен тоже сделать шаги в этом направлении как говорят дипломаты по крайней мере начать снимать трубку для того чтобы вести переговоры с москвой что не мудрено поскольку в настоящий момент соединенные штаты переживают свою политическую турбулентность в связи с выборами в конгресс как узнается идет острое соперничество между политическими партиями поэтому вашингтону также желательно иметь ресурсы для того чтобы перенести все внимание на внутри политические проблемы но надо сказать что все стороны которые участвовали в конфликте напрямую и косвенно истощены и поэтому конечно ничто так не желанно как это передышка почему я говорю именно передышка почему я на этом настаиваю потому что в ходе этого конфликта ни одна из сторон не решила своих задач для того чтобы прогнозировать будущее вы помните как сказал черномырдин его бессмертный афоризм нет ничего сложнее чем делать прогнозы особенно на будущее он не совсем прав потому что прогнозы на будущее можно сделать достаточно точными если вы знаете прошлое и а если мы оглянемся назад и посмотрим на то какие совершались попытки мирного разрешения конфликта какие были попытки дипломатического разрешения на то мы увидим что все они были обречены то есть не было политической воли и эти попытки даже я бы сказал не уважались потому что никто не сделал столько для того чтобы найти дипломатическое решение как виктор федорович янукович все знаете что он пошел на беспрецедентные уступки западу это было вообще неслыханно то что он делал был абсолютно неслыханно то есть он выполнял все пожелания западных партнеров это воспринималось в результате как его слабость это все закончилось госпереворотом и более того это закончилось а то и криминализации его последователей его электората то есть это была первая и я считаю самая фундаментальная попытка разрешить существующие противоречия с помощью дипломатических переговоров я всем привет от мальвины и она закончилась полным крахом поражением и я бы сказала даже трагедии потому что в результате жители донбасса потеряли 15 тысяч убитыми в ходе этого противостояния которое длилось 8 лет то есть после этого конечно были различные минские договоренности нормандский формат в первую очередь французы выступили с нормандским форматом минские договоренности но у минских договоренностей были колоссальные перспективы то есть каждый год можно было в течение всей рабочей недели и также по выходным потому что политики работают и выходные иногда можно было начать осуществлять начать делать шаги в этом направлении но как вы видите в течение восьми лет не было политической воли если мы оглянемся назад мы поймем что между сторонами существует непреодолимые противоречия они непреодолимы поэтому в результате эта ситуация обернулась колоссальным конфликтом в котором страдает весь мир потому что знаете и и россия и украина это хлебные корзинки всего мира то есть настоящий момент разговоры о голоде не прекратились надо иметь это ввиду то есть это реальная угроза особенно для африканских стран поэтому то что касается настоящей ситуации то мы наблюдаем истощение ресурсов сторон всех сторон и европы и блока нато и конечно и россии и украины потому что они потеряли больше всего как утверждает пентагон на каждой сторон потеряла более 100 тысяч убитыми и ранеными то есть это колоссальные потери для сравнения в девятилетней войне в афганистане ссср потерял убитыми 15 тысяч человек 9 лет здесь мы говорим о девяти месяцах то есть это конечно удар для россии это удар для украины это также удары и для европы и великобритании и страна то потому что америка также столкнулась со значительными сложностями энергетический кризис ударил буквальном смысле по всей мировой экономики поэтому в настоящий момент ничто так не желанно чтобы нарастить мускулы потому что этот конфликт можно решить только не только силой как сказал жазе баррель я его цитирую то есть он сказал решение этого конфликта возможно только военным путем то есть он сказал это очень честно вот за это я ценю это высказывание потому что не всегда дипломаты выражаются так ясно четко и так честно потому что иногда и очень часто они пытаются навести тень на плетень но в этой фразе он сказал то что мы должны осознавать то есть увы и ах решение этому конфликту другого кроме военного нет его просто не существует в настоящий момент за девять месяцев ни одна из сторон не смогла решить поставленных перед нею задач россия как вы знаете не смогла не де нацифицировать украину наоборот украина стала еще больше де русифицироваться вы можете обратиться к помойным мусорному мешку одетому на голову екатерине великой в одессе то есть это символ де русификации также украина сблизилась на то и она ультра милитаризировалась далее соединенные штаты не обрели того что они желали потому что конечно их целью является крым и восстановление украины в границах до майдана 14 года крым это стратегический пункт крым это мечта великобритании крым это вообще крым это мечта поэтому конечно борьба за крым будет продолжаться и соответственно европа тоже не решила своих проблем потому что усула фан де лайн создала картель картель покупателей уникальный мировой истории то есть она хочет определять по какой цене газпром будет продавать свой товар я бы сказала это инновация что считается дорогие подписчики дорогие друзья и пользователи канала я считаю что это действительно новое слово картель покупателей потому что до этого были только картели продавцов они потребителей то есть ведь у нее есть несомненно я бы сказала креативные качества но она также не смогла этого добиться то есть никто не добился поставленных целей однако я хотел бы сказать что также особые планы были есть у великобритании мне хотелось бы поговорить о них отдельно о том как британцы хотят строить содружество европейских наций против россии это тема отдельного разговора я надеюсь что то что я вам рассказала было не бесполезно я вас убедила в том что стороны не решили поставлены перед ними задач и конфликт будет продолжаться у него есть одно решение это военное решение и в настоящий момент переговоры возможны как временная передышка мы будем продолжать говорить на эту тему если вам это конечно интересно я жду ваших реакций желаю всем прекрасной рабочей недели пожалуйста не забывайте ставить лайки писать комментарии поддержку канала благодарить блогера я виду это блог не для себя для вас и также хотел поблагодарить за один донат на 70 тысяч просмотров ирина в абсолютный рекордсмен спасибо вам большое я чувствую себя просто выигравший лотерейный билет всем удачной недели и жду ваших реакций